здравствуйте меня зовут валентин хохлов это очередной выпуск из цикла в истории средних веков четвертый сезон этого цикла в котором мы говорим о странах аберийского полуострова испании и португалии мы сейчас находимся на периоде королевства кастилья и лион тринадцатый начала четырнадцатого века как раз мы дошли до середины тринадцатого века и вот продолжим с того места где мы в прошлый раз остановились но прежде чем начать этот выпуск я в очередной раз хотел бы сказать что продолжается активное вторжение российской федерации на территории украины соответственно вот сейчас я пока нахожусь дома но это время нам потому что постоянные воздушные тревоги постоянные ракетные удары со стороны россии по многим городам украины поэтому возможно я перееду более безопасное место но постараюсь продолжать эти выпуски я уже прошлый раз показывал как ко мне домой буквально залетел кусок крылатой ракеты который разрушил там один из соседних домов ну тоже мне достаточно сильно побил и стекло и вот кусочек ракеты остался у меня в подарок от путина так что если у вас есть возможность и желание поддержать мою работу то присоединяйтесь к патронам на сайте patron.com касая val подчеркивание k-h-o-k-h-l-o-v и подписывайтесь на мой канал youtube valkaflock ваша поддержка хоть сколь нибудь скромная может она не будет такой значительной материальной поддержкой но для меня важно что вот люди ценят мой труп так что буду рад вас видеть числе моих патронов и подписчиков теперь возвращаемся к выпуску мы прошлый раз закончили на том что 30 мая 1252 года умер фердинанд третий достаточно сильный и значительный король к стиле и леона который объединил эти королевства на этот раз это объединение оказалось окончательным он также добился выдающихся успехов в деле реконкисты можно сказать что уже с середины 13 века к стиле и леон стала самым влиятельным государственным образованием на территории иберийского полуострова как среди христианских так и среди мусульманских государств трон к стиле и леона переходит к сыну умершего короля к альфонсу 10 которого назвали впоследствии мудрым но мы увидим насколько это соответствует или нет действительности альфонс в 1262 году сумел взять важную морскую крепость кадис а затем картахену он воевал с гранатой но не сильно преуспел в том направлении с эмиром в итоге был заключен мир еще раньше еще до того альфонс пробовал продвинуться в африку это был 1254-1255 год но тот поход провалился также король пробовал воевать и со своими христианскими соседями например с наварой там умер теобальд первый или же тибо первый на престол зашел малолетний теобальд второй ну эту войну на самом деле сумели предотвратить далее пробовал альфонс предъявить права на гасконь на герцогство гасконская ну на самом деле как вот мы помним с первого сезона это герцогство было униз аквитании там правили плантагенеты ну по как бы наследству от элеонора аквитанская но ушло в ее детям и вот альфонс заявил что якобы это герцогство должно было быть приданным дочери генриха второго которая вышла замуж за альфонса восьмого когда давно скажем так задолго до этого времени и поэтому он сейчас предъявляет права на гасконь но дело кончилось тем что альфонс десятый помирился с генрихом третьим который тогда правил в англии и выдал замуж за его сына эдуарда свою сестру и далее даже поддерживал английского короля в его борьбе против людовика святого следующий такой можно сказать геополитический проект или прожект альфонса десятого был в германии дело в том что матерью его было елизавета швабская дочь короля германии филиппа мы об этом говорили кстати в первом сезоне это тот король которого убили у него был племянник фридрих второй ну собственно фридрих который стал императором фридрихом вторым соответственно вот елизавета швабская это двоюродная сестра фридриха второго как мы помним из первого сезона после смерти фридриха второго достаточно быстро папская партия разделалась с его наследниками истребила дом гогенштауфанов и там в германии началось такое между царствие так вот альфонс десятый претендовал на корону германии именно по праву своей матери как бы на наследство гогенштауфанов и даже в 1257 году часть курфюрстов его избрала королем германии а вторым вторая часть курфюрстов избрала в противес ему ричарда корнольского брата короля англии но в отличие от ричарда альфонс десятый в германию так и не поехал поэтому его претензия на корону была чисто номинальными но из первого сезона напомню выпуск номер двадцать четыре мы знаем что в германии междуцарствие закончилось в в 1273 году когда королем был избран рудольф габсбург а в 1275 году альфонс десятый отказался от своих претензий на корону германию во внутренних делах правление альфонса десятого было крайне неудачно то есть вроде как король мудрый а во всех делах и внешних и внутренних не может похвастаться какими-то выдающимися успехами он пробовал установить режим абсолютной монархии но мы знаем что эта тенденция в той или иной мере начала проявляться во второй половине 13 века очень скромных масштабах там любовь святой пробовал мифицировать францию ну генрих третий потерпел в англии поражение от партии баронов во франции при филиппе красивом это абсолютизм в общем-то достиг успехов можно сказать но для высокого средневековая все-таки абсолютизмские тенденции как мы знаем были еще преждевременные поэтому и альфонсу десятому в кастиле и не удалось установить именно вот режим абсолютной монархии хотя он пытался параллельно он допускал ряд просчетов в экономической политике и в результате этого его казна оказалась пуста поэтому общем то он не смог достичь успеха в усилении своей абсолютной власти он не мог финансировать свои амбиции представители знати ожидаемо выступили против стремления короля стать таким абсолютным монархом и знать поддержала его сыновей нет раз его сыновей но в 1275 году старший сын короля фердинанд де лассерда умер и у него осталось два малолетних сына то есть внука альфонса десятого и вроде как они должны были наследовать королю но старшие внуков более того король альфонс усыновил старшего внука и объявил его своим наследником и даже создал для него подчиненное кастиле королевство хаэн и вот в результате этого в 1281 году возник конфликт между королем и его вторым сыном санктием и вот вот этого санктия как раз поддерживала значительная часть знати в 1282 году санктий смог опереться на кортесы которая созвала знать и началась междоусобица в ходе этой междоусобной борьбы в 1284 году король альфонс десятый умер в своем завещании он лишил санктия наследства и оставил трон старшему из внуков как и предполагалось как он и предполагал ранее внука этого звали альфонс также как и самого короля кроме того старый король в завещании выделил из кастиле и лиона еще два королевства для своих младших сыновей значит севилью и бадахас для иоанна или по-испански хуана мурсию для иакова или по-испански хайме но санктий старший из оставшихся в живых сыновей то есть второй сын короля но на тот момент старший из живущих проигнорировал завещание своего отца опираясь на поддержку значительной части кастильской знати он объявил себя королем санктием четвертым или санктием четвертым и короновался в толедо он удерживал основные земли кастилья и лиона тогда как законного наследника альфонса дала серда поддержал инфант иоанн в результате междоусобной войны санктий одержал верх около четырех тысяч сторонников дома серда были казнены в бадахасе инфант иоанн не сдался он продолжал борьбу против короля он попросил помощи у мавров в марокко в результате санктий разбил марокканский флот на море а верные ему силы смогли удержать осаждаемые иоанном города это противостояние продолжалось 11 лет все 11 лет которые правил санктий он воевал вот со своим младшим братом иоанном и со своим племянником альфонсом дала серда ну и после этих 11 лет правления в 1295 году король санктий умер и трон перешел его девятилетнему сыну фердинанду четвертому при опедуйстве его матики то есть жены санктия однако они почти сразу потеряли власть пользуясь поддержкой всех соседей а именно королей португалии арагона и франции войска иоанна и альфонса дала серда то есть в общем то законного наследника альфонса 10 заняли ключевые города и в лионе королем сначала объявили иоанна а в кастирии затем альфонса дала серда они поделили между собой королевство альфонса 10 а фердинанд четвертый с матерью были вынуждены укрываться в самках верных им представителей знати при этом королева мать пыталась поссорить между собой инфанта иоанна альфонса дала серда и союзных им королей и в итоге ей эту она вошла в сношение с королем португалии денисом ну или же динесом но похоже что все таки денис это правильное произношение если правило ультимскую версию португальцев денис называли да и вот этот денис уступил точнее он получил в качестве уступки часть городов а взамен оказал военную поддержку фердинанду четвертому и в итоге в 1300 году инфант иоанн отказался своих претензий на трон иоанна в пользу племянника то есть фердинанда четвертого в обмен на то что ему предоставили значительные земли в королевстве в 1301 году фердинанд четвертый стал совершеннолетним и начал править самостоятельно но оппозиционная борьба в королевстве продолжалась потому что часть знаете все еще поддерживала альфонсо де лассерда но перевес уже был на стороне фердинанда четвертого альфонсо де лассерда был в союзе с королем арагона иаковом вторым или же хаймы вторым но противостояние в кастиле завершилось в 1304 году был подписан важный договор в тореллосе в соответствии с ним мурсия была поделена между кастиле и арагоном альфонс де лассерда отказался от притязаний на корону кастиле и леона в обмен на весьма обширные земли которые закрепились за домом серда но правда эти земли представляли собой не единый домен а были разбросаны в разных частях королевства для того чтобы нельзя было выделить такую отдельную территорию и объявить ее независимым королевством но вот земли были обширные и у дома серда была значительная ежегодная аренда в дальнейшем этот вот род серда отошел от борьбы за корону в кастиле король франции дал им некоторые земли на юге страны и внуки альфонсо даже в середине 14 века занимали важные посты именно во франции вплоть до позиции канитабля то есть на то время это второй пост в королевстве это было во франции в начале столетней войны там как раз вот канитабля дала серда а младшая ветвь дома серда потом вернулась в испанию она существует до сих пор но с тех пор не претендовала на трон кастиле и иона что касается инфанта иоанна то есть это вот один из младших сыновей альфонсо десятого он попробовал восстать против нового короля фердинанда четвертого но безуспешно король всю свою жизнь боролся с внутренними противниками даже со своей матерью ему приходилось враждовать он осуждал некоторые крепости и мусульманские в частности он взял гибралтар но затем вот достаточно быстро он умер а это случилось в ходе похода до 1312 года у него был сын и вот трон кастиле лиона перешел этому сыну альфонсу одиннадцатому но мальчику был всего лишь годик ну фердинанд сам был довольно молодым человеком на дело и вот сыну годовалый сын это конечно же не способствовало стабильности в королевстве там сразу возникла смута она была вызвана вопросом того кто станет регентом в итоге были назначены аж четыре регента это мать короля его бабушка его двоюродный дед инфант иоанн и его дядя инфант пётр вот установилась такое неустойчивое равновесие но все четыре регента они по тем или иным причинам довольно быстро умерли между 1314 и 1321 годами они все ушли из жизни и смута возобновилась и за регенство претендовали на регенство два иоанна или же хайме прошу прощения хуана один из них иоанн одноглазый это сын инфанта иоанна то есть инфанта иоанн сын альфонса десятого а иоанн одноглазый это внук альфонса десятого соответственно в 1325 году охранявшие короля рыцарей объявили его совершеннолетним тогда альфонсу одиннадцатому исполнилось всего четырнадцать лет но как-то смуту надо было прекращать и поэтому они пошли на такой шаг через год юноша обманом избавился от одного из лидеров знати как раз вот этого иоанна одноглазого дело в том что тот прибыл ко двору юного короля для того чтобы примириться король его сам пригласил но затем король приказал убить иоанна после этого альфонс подверг бессудным казням многих других представителей знати и таким образом им удалось покончить со смутой но как мы видим не очень такими красивыми способами прямо скажем за время смуты мавры сумели воспользоваться слабостью костей леона эмир гранада убросил из африки маринидов с их помощью отвоевал гибралтар обратно и далее мавры начали теснить костейцев тогда альфонс одиннадцатый заключил соглашение с королями арагона и португалия и объединенное христианское войско выступило против мусульман решающая битва произошла в 1340 году на берегу реки саладу мавры в ней потерпели поражение мир гранаты бежал с поля боя мариниды удалились обратно в африку и более не угрожали христианам в испании затем в 1344 году альфонс одиннадцатый взял алхесирас и затем попробовал отвоевать гибралтар в ходе осады этого города в лагерь костейцев пришла чума это та самая знаменитая черная смерть которая выкосила половину европы в середине 14 века но туда дальше в европу она пришла там где-то это считается 1348 год но вот эта чума она надолго подорвала благополучие европы в принципе справедливо наверное будет сказать что она окончила процветание высокого средневековья высокая средневековья на ней заканчивается наступает социальные экономические кризисы политическая турбулентность характерная для позднего средневековья ну и вот король альфонс одиннадцатый также пал жертвой этой черной смерти это случилось в 1350 году и осаду гибралтара пришлось снять у альфонс одиннадцатого был один законорожденный сын который стал новым королем его звали петр или же по-испански педро и было еще пять внебрачных сыновей от знатной дамы элеоноры де гусман старший из этих сыновей генрих был графом тростомары а другие сыновья тоже имели богатое дело сразу после смерти альфонс одиннадцатого его законная жена оказала влияние на своего сына нового короля для того чтобы он заточил элеонору а генрих де тростомара и его братья ну поначалу они не выступили против короля открыто возможно они затаили злобу внутри но вскоре вот их мать элеонора провела себя неосторожно и король петр приказал схватить генриха тому удалось бежать в свои земли во студии через некоторое время элеонора была умершвелена в заточении по приказу королевы матери неизвестно имел ли сам король к этому отношения ну он еще был довольно молод ему тогда было 16 лет вернее нет ему было 16 лет когда он вступил на престол но вот это убийство произошло как король был еще в общем-то юношей возможно он еще не мог совершенно править самостоятельно и находился под влиянием матери но в королевстве после этого убийства и соответственно сыновья элеоноры были уже абсолютно недовольны таким развитием событий началась смута молодой король петр или же педро имел крайне порывистый горячий нрав он пробовал бороться с мятежом прибегая к репрессиям как и его отец напомнил альфонс одиннадцатый который покончил смутая благодаря государственным казням но в конечном итоге петр проиграл и поэтому в историю он вошел под прозвищем жестокий спайдра жестокий а сторонники называли его справедливый то есть вот видим да что победили в конечном счете такой спойлер победили его противники и в истории он вошел как жестокий хотя там непонятно если бы он выиграл возможно его бы называли иначе но действительно петр казнил многих костильцев было такое хотя по отношению к своим сводным братьям он проявил себя довольно умеренно но он допустил две непростительные ошибки политические во первых он вошел в конфликт с папой и королевским домом франции но дело в том что петр женился на бланке бурбонской бурбоны впоследствии намного позже они станут королевской династии тогда это была младшая ветвь капитингов не такая может быть значительно на то время еще но тем не менее они были родственниками правящего во франции дома валуа вскоре король выгнал эту бланку и стал жить с любовницей даже велел двум епископам признать его предыдущий брак недействительным и обвенчать его с этой любовницей впрочем ее он тоже вскоре выгнал но это вызвало крайнее раздражение папы ну и понятное дело осложнило отношение к астилии с францией во франции как раз была в разгаре первая стадия столетней войны ну неудивительно что враги петра в будущем найдут поддержку как раз во франции а петр будет искать союза с королем англии вполне логичный второй ошибкой короля политической был конфликт с его фаворитом знатным португальцем альбукерке вот альбукерке это внук короля дениса или же дениса но как бы он не там правил в португалии другой потомок а вот альбукерке он отправился в кастелью стал приближенным альфонсо 11 и затем петра и поначалу кастельцев раздражало что вот фаворитом у петра является иностранец португалец но когда король изгнал этого вот фаворита то тот сразу же объединился со знатью с тем же генрихом до трастамара и его братьями против петра и это был вот такой достаточно влиятельный человек также и в королевстве но вскоре альбукерке умер и подозревают что его отравили по приказу короля к тому времени большая часть знати уже была в лагере противников петра и королю пришлось идти на переговоры когда он прибыл в город тора то его противники схватили короля и заточили но впрочем они вскоре перессорились между собой в борьбе за власть и королю удалось бежать петр собрал войско разгромил своих ослабленных внутренними противоречиями противников и затем жестоко их покарал последовала череда казней но генрих до трастамара с частью сторонников сумели бежать во францию в кастильи на время установился мир но правда в 1356 году началась краткосрочная война с архоном но они быстро там заключили перемирие уже на 1357 году но внутри страны король петр продолжал репрессии против своих оппонентов так например он приказал казнить брата генриха до трастамары и также кузена его те которые еще оставались в пределах королевства и это вот привело генриха в бешенство он тогда находился в арагоне невзирая на перемирие между двумя королевствами он собрал войско и торфер земли петра и война продолжалась до 1361 года она закончилась победой короля петра в очередной раз генрих до трастамара лежит во францию но вскоре вот умерла законная жена петра бланка бурбонская и подозревают что ее убили по приказу собственно петра начинается новый этап борьбы в 1363 году когда генрих до трастамара заключает союз с королем арагона тот признает генриха королем костиле в обмен на уступку мурсии пользу арагона деньгами этому союзу помогают король франции и папа папа тогда находится в авионе помню уже вот идет то самое авионское пленение пап вот за счет денег короля франции и папа римского генрих нанимает так называемую белую компанию это одна из армии наемников их в четырнадцатом веке было немало вспомним каталонскую компанию о которой мы говорили в истории латинских государств грекции в первом сезоне но белая компания это было другое такое войско наемников с этим войском генрих достигает успеха он захватывает восток королевства к стиле и в 1366 году коронуется в борьбосе затем он захватывает таледа и севилью а король петр бежит от соперников галисию а затем оттуда на юго-запад франции там он заключает союз с королем англии который напомню воюет с королем франции и в принципе король англии на тот момент был довольно успешен это эдуард 3 также петру удается заключить союз с королем наваре которому обещаны территориальные уступки но все-таки главную помощь оказывают англичане их армию возглавляет эдуард черный принц тот самый знаменитый сын короля эдуарда третьего который во многом был командующим английскими войсками в питании и благодаря ему были достигнуты успехи англии против франции это наследник короля англии корона ему не достанется просто потому что он умрет раньше отца но на тот момент это наследный принц он со своей армией входит в кастилью с помощью англичан петр разбивает армию генриха при на хере и отвоевывает почти все свое королевство ну а затем следует жестокая месть король учиняет справу над пленными и совершать большую резню в таких городах как севилия кордова и толеда но это сильно осложняет отношения между петром и черным принцем потому что напомню эдуард был достаточно таким благородным человеком и рыцарственным таким одним из идеалов рыцарства поэтому конечно он такие жестокости он к ним отнесся крайне отрицательно вдобавок петр не заплатил англичанам обещанное жалование и тогда черный принц покинул кастилью и вернулся во францию воспользовавшись этим в кастилью возвращается генрих де тростомаров и большая часть городов тут же переходит на его сторону король петр потерпел поражение на равнинах монтеля был вынужден бежать в какой-то из укрепенных замков своих войска генриха осадили этот замок ну и в один из моментов там была достигнута такая предварительная договоренность что пусть соперники сводные братья напомню петр и генрих встретятся и там о чем-то договорятся договоренность о начале переговоров скажем так тогда король с несколькими приближенными прибыл в шатер одного из знатных кастильцев для того чтобы как бы обсудить условия дальнейшие и в этот шатер неожиданно ворвался генрих со своими сторонниками началось единоборство между братьями и петр поначалу одерживал верх в этом единоборстве но затем в поединок вмешалась свита генриха и они убили короля так закончилось правление прямой ветви еврейской династии еврейская это напомню марграфы евреи затем фальцграфы бургундии собственно по праву жены они получили корону леона впоследствии кастильи и вот этот дом там правил и на петре или же педро жестоком он закончился потому что но его сводный брат он все-таки был незаконно рожденным генрих до тростомара он получил корону но в итоге новая династия его потомки стали называться домом тростомара период правление этого дома это уже после средневековья поэтому мы не будем на нем останавливаться это уже выходят наши исторические временные рамки но я скажу лишь одно последней представительности дома тростомара на троне вы наверное знаете да вот это имя было королевы изабелла супруга фердинанда арагонского их называют католическими королями именно вот их правление в 1492 году была покорена граната и окончена реконкиста а чуть позже эти же католические короли изабелла и фердинан дали добро колумбу на его экспедицию произошло открытие америки начался рассвет уже испанской империи колониальной началась эпоха великих географических открытий но это произойдет еще через полтора столетия после того как мы оканчиваем этот период цикла то есть мы уже поговорили об истории астурии леона кастилии начиная от самого первого года образования астурии и вот закончили на правление петра жестокого этот блог исторический мы завершаем но у нас будут еще выпуски про исторический контекст эпохи леона кастилии а также мы перейдем и к другим частям испании к наваре к анагону к ларцелоне поэтому еще будет много выпусков в этом сезоне оставайтесь на этом канале подписывайтесь на мой патреон patreon.com k-s-i-v-a-l подчеркиваем k-h-o-k-h-l-o-e поддерживайте мой проект если у вас есть такая возможность подписывайтесь на мой канал youtube а я с вами на этом выпуске прощаюсь до следующего раза до свидания